Аквамен Кардинальской Просто потому, что этот контейнер Впоследствии полностью ею обрастет Здесь у нас гиграфила бальзамика Аквариумная форма была посажена И видим, что у нас листья уже начали меняться То есть переходить полностью в надводное состояние Здесь низея трифлора Чахлая хилая Потому что контейнер у меня с ней был Полный контейнер Но по каким-то неведомым причинам он сгнил Я вот обрезки посадил Жду, когда тоже оклемается Здесь химиантус микронтемоидес В надводном состоянии очень похож на химиантус куба Такие же мелкие листья Также стерятся по дну Здесь справа стоворогенского нефера Слева у нас находится Бакопа Каролинская Контейнер начал подсыхать Поэтому Бакопа потихонечку начала уходить Но не беда Сейчас польем и все делает заново зарастет Здесь аналогично прошлому контейнеру засуха Здесь у нас линдерния круглолистная И справа у нас пару-тройка веток Гиграфилы красной Красноватой Она, кстати, в надводном состоянии совершенно не красной Растет значительно быстрее, чем под водой Следующий контейнер содержит в себе заросли Какие-то джунгли непроходимые Из Людвиги и Рубин И справа вверху какая-то гиграфилка еще посажена Идем дальше Здесь у нас стовороген сталнифера Либо гиграфила ланцея Где-то в недрах этого контейнера Сокрылась бумажка подписная На которой можно посмотреть будет название Контейнер выглядит не особо приятным образом Потому что почва начала подсыхать И опять-таки сейчас я все это дело полью Все это дело заново обрастет Не беда, если даже половина контейнера высохла Я при осмотре наливаю литр воды В среднем, то есть майонезное ведро наливаю туда И влага распространяется Равномерно распределяется по грунту Опять-таки влажность повышается Все становится прекрасно Вся поверхность грунта опять-таки зарастает Здесь контейнер у нас справа в верхнем углу Ну то есть половина вот это вот та, что справа Это у нас намофила стрикто тай Прекрасная намофила в подводном состоянии В надводном состоянии не ахти как выглядит Это все дело И слева внизу у нас был Элеохарис живородящий Какие-то копные странного сена Которые в принципе так же и под водой выглядят Его очень сложно убрать Он как сорняк разрастается Здесь у нас Лилайопсис и Стаурагин Репенс Причем Стаурагин Репенс я вообще полностью Из этого контейнера убирал И он каким-то неведомым образом здесь опять появился Здесь у нас идет Людвигия Репенс Которая так же как и Людвигия Рубин Беспроблемно обрастила все дно этого контейнера Также видны вкрапления Завруса Поникшего И под водой этот Заврус выглядит примерно таким же образом Людвигия же под водой имеет более удлиненные листья И более красную расцветку И это тоже касается Людвигии Рубин Которую мы в одном из прошлых контейнеров видели Здесь сборная солянка Справа вверху Амания Мультифлора Один в один как низея Трифлора Чуть ниже у нас идет Стаурагин Лоу Гроу Который в надводном состоянии совершенно не почвопокровный Слева внизу у нас полигоном водный перец И где-то сверху слева у нас была Альтернантера Кардинальская Пару веток просто чтобы были Здесь контейнер с Лилой Обсисом И он пока что у меня буксует Непонятно почему он в таком заторможенном состоянии находится Потому что свет у меня хороший Вода не самая лучшая Но и при такой воде росли у меня Лилой Обсис И полностью обращивали дно контейнера Для чего я все это делаю? Для того чтобы во первых понять Какие растения можно выращивать в надводном состоянии И для того чтобы понять Как сильно различаются надводные формы растений И подводные формы растений То есть это глобальный такой большой эксперимент Здесь у нас контейнер с Гиграфилой Браун Либо Людвигия Мехико Это очень похожие растения Как в подводном состоянии Так и в надводной форме В надводной форме оба эти растения Свою коричневую окраску теряют И становятся зелеными С более мелкими Более закругленными листьями Здесь Амания Сенегайская Полуподводная форма Я бы так сказал Потому что встречаются и надводные экземпляры С зелеными округлыми листьями Встречаются красные Краснолистные удлиненные экземпляры Это подводная форма То есть здесь она у меня еще переходит Переходит, переходит, переходит Но контейнер полностью заняла Здесь опять сборная солянка Это полностью практически полюдаренные растения То есть фикусы с потифилами Фитонии Здесь также у меня вабикусы Которые я использую для каких-то видеороликов Очень удобно Они здесь, я думал, сначала на передержке сидят А потом они обрели в этом контейнере Свой постоянный дом Здесь у нас персикария Руби Она то и дело норовит вылезти под крышкой Непонятно почему Потому что в контейнере влажность так-то сама по себе Больше, чем за пределами контейнера И опять-таки Выглядит она каким-то странным полуподсушенным образом Но, несмотря на вот засохшие листья Влажность в контейнере нормальна То есть здесь земля не пересохла Наверное, пока что растение это стрессует Наверное, потом перейдет в стабильную какую-то форму надводную Здесь у нас опять Людвиги Амехик расположены Это точно Людвигия Мехико И она вот таким сумбуром растет На самом деле очень интересное растение Самосевом может вылезти хоть где Абсолютно хоть где Здесь Цератаптерис Не обращайте внимания, что у нас в левом верхнем углу коричневый экземпляр Он помер Почему он помер? Потому что он в процессе роста на листьях кидает деток И эти детки укореняются И таким образом происходит смена поколений То есть он растет, отмирает, растет, отмирает, растет, отмирает Я к этому привык Я сначала боялся, переживал Но потом понял, что для цератаптериса Это, по-моему, цератаптерис рогатый Для него это норма Причем, обратите внимание Более плоские листья Более узкие листья Это полностью надводная форма А более широкие листья Он, как правило, с такими листьями растет под водой На самом деле Очень смутное подводное растение Почему? Потому что то и дело Он от грунта отрывается И всплывает То есть это какое-то плавающее, наверное, больше растение Но у меня в летающем острове Было пару, наверное, веточек Там один фрагмент изначально вообще был И до каких-то колоссальных габаритов Этот цератаптерис разросся То и дело Приходится по пол ведра Его либо на корм кому-то отдавать Либо куда-то его Девать Следующее растение Следующий контейнер с растениями Это у нас Очень интересные экземпляры Здесь у нас находится лимонник варигатный Прекрасная такая форма лимонника С крапчатыми листьями И у нас какая-то гиграфила ангустифолия Написано было, что рубра Но почему-то она совершенно не красная Здесь марсилия 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 Которая гигантская марсилия Над водой она, видите, выглядит совершенно иным образом Она более компактная В отличие от большинства других растений И она не особо-то и стремится расти Заполнять пространство, отведенное для нее Надо будет ее вывести в какой-нибудь аквариум Чтобы совершенно ее не потерять Следующий контейнер Это одно из моих любимых аквариумных растений Низея педицелата Прекрасный красноватый стебель Замечательные зеленые насыщенные листья Под водой она выглядит более приятным образом Листья более желтоватые Следующий контейнер Это альтернантера ренеки Целая просто копна этой альтернантера Растет максимально быстро Максимально неприхотливо Дальше у нас была линдерния Круглолистная И какие-то вкрапления непонятно чего Здесь, кстати, ставороген репенс То есть я из того контейнера с лилой опсисом Сюда его пересаживал И их примерно поровну выглядит Дальше Самолюс валеранди Вот этот вот надуванчик похожий И хиптис лоренца Самолюс уже пора бы и подчекрыжить Чтобы его начать размножать Здесь Бакопа Манье Обратите внимание на количество Зеленой массы Она тоже у меня долго буксовала Но под филипсовскими лампами В принципе начала оживать Начала неимоверно быстро обрастать Я ее стригу, стригу, выстригаю, выстригаю Она все равно успевает нарастать Такими темпами Что непонятно вообще Что с ней нужно будет делать Чтобы она не росла так быстро Следующий контейнер Это у меня Людвигия Репенс И гиграфила, скорее всего, змея Здесь растет Вкраплениями опять-таки Не самый лучший вид Людвиги А я сказал гиграфила Репенс Нет, это Людвигия Репенс Людвигия Репенс и гиграфила змея Здесь очень интересная Бакопа Зальцмана Она еще, как называется, по-другому Эта Бакопа тоже встречается У нее листья коричневатые Становятся под водой Надеюсь, обзор на нее уже был А если нет, то будет Здесь у нас находится гиграфила Арагвая И гидрокатила Трипартита Здесь целый контейнер Кардамина Он уже Пик своего роста прошел Потихонечку отмирает Нужно будет этот контейнер обновить Ну, так периодически я с кардамином Упоступаю Здесь гидрокатила вертикулята И непонятные вкрапления Похожие на гиграфилу змею Этот у нас контейнер Экспериментальный Здесь у нас мексиканский трихокоронис Который варигатный И слева торчит палка Это амбуля королевская Этот контейнер у нас тоже содержит Мексиканский трихокоронис варигатный И лимнофилу ругозу Которая очень выигрышно выглядит В надводном состоянии Хотя и под водой тоже она выглядит Максимально круто Плавно перетекаем в контейнеры С папоротниками и буцифаландрами Здесь все максимально стабильно Серьезно Эти контейнеры не зависят Ни от курса рубля Они не зависят от погоды Они не зависят от качества воды Они просто растут Они постоянно 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 Растут Я периодически Папоротники с этих контейнеров Меняю на что-то Либо другое То есть Либо растения какие-то На обзоры Либо на корм Я их меняю То есть Это Сама стабильность Четыре у меня Таких контейнера Есть еще Один строительный Типа таза Или контейнера Там тоже у меня Балбитис Причудливый И Эпипремным Пульхром Находится И пара контейнеров С буцифаландрами Буцифаландры Очень долго Я об этом на видео говорил Переходят Надводное состояние Не видим Что в принципе Зачатки Чего-то зеленого Здесь есть Не переживаем По этому поводу Когда-нибудь Здесь будут Буцифаландровые Джунгли На этом все Друзья Я надеюсь В таком формате Видео было вам интересно Чтобы сильно не растягивать Каждую полку Не обсматривать Я такую вам Экспресс-экскурсию Провел В которой вы Увидели Несколько десятков Аквариумных растений Произрастающих В надводных условиях Если понравилось Подобного плана видео Обязательно Пишите в комментариях С вами был Аквамен Увидимся очень скоро В новых видео Всем пока-пока Не стоит забывать Что еще на ферме Есть и аквариумы С растениями Которые я вам тоже Обязательно покажу Все Всем пока-пока Увидимся В новых видосиках Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok